Ай! Ай! Стой! Держи собаку, мам! Алё! Тебя слышишь, Саша? Алё! Мам, поздоровайся! Ким! Да в эфир идёт! С кем? Вот эфир стоит, говорю! Ой, я не знала. Ой, здравствуйте, извините. Она говорит, поздоровайся, эфир идёт, а сама пошла по делам. Э, говно убирать пошла! А, вы собака. Ой, дорогие мои, извините, сейчас прям я тогда уберу вот это. Я себе разогреваю, в целый день не ела, и у меня есть, как-то так, сейчас. Знаете, разогреваю себе бульончик куриный. Маша мне купила пирожок. Ну, Катя, я-то купила, я маме. Какую-то котлетку очень хорошую. Ой, а я не знала, что она с вами. И я, ну, плохо там вижу ещё. Здрасте, мам. Мама Оля привезет. Ой, без фильтра я ёлки-дерёжу. Ну и что? А это, наверное, на мне ушёл, на меня. Он, понимаете, фильтр выискивает, кому это нужнее, мне нужнее. Смотрите, смотрите, какой салат я купила. Дай попозже. Фильтр не забирай. Вот такой вот, я шучу. Ну, нет, я уйду, я не буду, но мне фильтр нет. Боже мой, я же ещё без ресниц. Это шикарно. И без ресниц хорошо, и без фильтра. Сейчас они просто все сбегут от меня. Ну, конечно. Вот, это мой любимый салат от Новикова. Я стала себе такой покупать. Сейчас покажу, смотрите. А, я хотела перевернуть камеру, она же не переворачивается. Ешь, сам уход. Вот, салат от шефа, от Новикова. Аркадий Новиков. О, блин, там 500 калорий. Ёрки-палки. Только сейчас увидела. А я думаю, что поправляюсь. Бульончик будешь? Нет, бульону не буду. Всё, выключаю тогда, всё. Мне достаточно. Я сейчас возьму себе. Выпью бульону сейчас уже. Маш, почему они считаются, что я не убираю? Я могла не я читать сообщения, потому что у меня ещё на этой странице сидят мои помощники. Я читаю только окошки желаний и проверяю подписку. Всё. Поэтому, как бы, если кто-то что-то, то вы имеете в виду. Я иногда, ну, я сама директ читаю, но ещё у меня мониторят мои менеджеры. Потому что мне же иногда там по рекламе пишут. Они же не всегда знают. Поэтому я говорю, вы мне в директ не пишите. Вы мне пишите в окошко желания. Вот. И чем вы меньше мне пишите в директ, тем мне легче проверить количество совпадающих подписок. Я же сразу вижу, например, вы вдвоём подписаны на 94 человека. Но вы не переживайте. Потому что я, в следующий раз, фея будет 27 ноября. Вот. Поэтому все, все, все успеют выиграть. Конкурс закончился. Нет, я уже сейчас никому не помогаю. Но вот, мне, знаете, многие сегодня писали, я вчера так устала. Вы не представляете, у меня сегодня все кости ломила на руках, на ногах. Просто. Ну, что вы? О, Витя, привет, Саня. Сейчас ты присоединишься к нам, а это на работе? Это Витя, который в ветеринар? Да, Витенька. Витя. Ну, что я хотела? Скажите, я прочитала. О, а Геру, Геру сейчас удалю, потому что он постоянно... Я прочитала Витя, и у меня слёзы навернулись. Спасибо большое. Я не знаю, как её перевернуть, я разучилась. Нет, просто сейчас не переворачивается камера почему-то. Это я выкидываю домой. А? Хумус выкидываю, остатки? Что? Хумус выкидываю. Есть слух, они себе деньги перекидывают туда-сюда. Дочь. Ну, я знаю, что слухов много, мне вообще абсолютно плевать, потому что у меня совесть чисто... Ой, Витя, ты стрижёшься перед красной дорожкой, мы же с тобой идём послезавтра. Вот. Что, спасибо. Я очень много денег отправляю, поэтому... Я вот удивляюсь, знаешь, с чего? А, смотри. У меня фея ушла, я же сказала. Букетка, я вот такие дорогущие. Да нет, это люди специально... Это люди специально пишут, чтобы я именно им отправила, и тогда они скажут, а, ну, а, и они и то ничего не скажут. Как бы это я уже всё знаю, да. Ульги, ну что я снимаю? Так вот, что хотела сказать. Забыла. Блин. Аня была? Аня? А, вы мне пишите, чтобы я отправила. Так, у меня фея ушла, потому что я за эти два дня отправила бонусов на 50 тысяч рублей. А, ну всё, хватит. Плюс подарки. И, конечно же, я отдыхаю. Плюс сейчас у меня будет реклама, потому что мне тоже нужно зарабатывать. Я, как бы, вам открыто об этом говорю. Вот такие дела. У меня, да, влияет. Я сейчас вешу, как бы, немало. 64 килограмма. Ну, как бы мне всё равно. Я исполню, но уже 27 ноября. Больше мне по поводу бонусов, подарков, вообще ничего не пишите. Я даже слышу об этом не хочу, мне уже прям плохо. Потому что столько от людей негатива. Я сижу одна, и я выбираю людей. А люди думают, что они одни. И я уже это не могу. Ну, как вот тяжело. Наташа, ну, в следующий раз, значит, прочитай. Ну, мы в последний же день живём. Ты так говоришь, ты моё не прочитала. Ну, мне бы хоть один сказал, Маша, давай я тебе что-то отправлю. Я тебя люблю. Нет, всё только просят, и потом ещё многие обсирают. Это вообще жизнь какая-то. Да, это правда. Он как бы мне пишет. Ой, а, что написали? Один почерк. Ну, потому что люди знают, что я всех дочерями называю. Они мне тоже пишут, дочь отправь мне. Ну, мне, наоборот, приятно. Это вот и всё. Ваня? Ваня? Маша, мы должны ещё пойти гулять в садочках. В Баку нет, но очень хочу побывать. Спасибо, любимая Анечка. Да я была в Баку. У меня была, мне очень понравилось. Не, просто я реально, я иду, никто не... Мне все спрашивают, Маш, почему другие блогеры живут хорошо? Вот вы заметили, чтобы я вообще куда-то за всё это время сходила? Я хожу только с мамой везде. Я ничего себе вообще не покупаю. А мы живём в одной комнате, в одной квартире. Нет, я хочу, чтобы люди знали. То есть, если бы я, не знаю... Машенька, давай, спроси, сколько интересней. Нет, если бы я людей на ё... Ла. То я бы жила вообще по-другому. Маша, слушай, это знаешь, чему? Давай, пара, позитивно, приветливо и хорошо. Всё, я попробую леночек свой. Давай. И, как называется, пирожок. Ой, кролик в вине. Да я... Так скажу. Я брала бы рекламу больше. Но... Мне предлагают постоянно рекламу заработка сейчас. Ну, они за рекламу могут заплатить нормальные деньги, я не скрою. Но я не беру эту рекламу. Раньше я брала. Сейчас он мне договорённо со вселенной, что я рекламирую только проверенных людей. Вот. Вот, Нариманова, кстати, получила. Да, подарочек от меня, дочь? А ну-ка, расскажи. Нариманова, 78. Чё ты молчишь, дочь? А? А чё, не говори? Нет. Маш, ты не видела пульсом от телевизора? А куда ты пошла туда, что ли? Да. Нет. А я же тебе сказала. Я говорю, пойду телевизор смотреть, ты лошади. Ой, леди Юлия Перин. Просто я реально, ну, раньше, да, я клянусь, ну, я могла там прорекламировать какого-то чувака, который обещает, что к нему обратятся, да, допустим, и кто-то выиграет. Я не проверяла это. Ты, говорю, Нариманова, 78, от меня духи получила. Вот, Максим отправил бьюти-бокс. Конечно, придёт, отмечу. Конечно. Всё, всем приходит. Просто я, когда выставляю, люди всегда делают вид, что они замечают специально. Хумус, вот, я выдаела сейчас, смотри. Это самый вкусный хумус в жизни. Вот. Ну, я просто, кстати, Витя ко мне пришёл в гости, я ему говорю, пойдём со мной есть хумус. Он говорит, я не буду этого есть. И в итоге он съел, знаете, сколько навернул? Вот эти хлебцы с хумусом. Вот. Просто, знаете, у меня что происходит, короче, мне мама не разрешает говорить, но я вам могу сказать. У меня, короче, стали не иметь руки. Я сегодня стою, покупаю в столовой себе еду. Маме вот купила. Да, конечно. Вот. Сижу через подругу, телефон сломался. Видите? Всё, пришло человеку. Вот. И, короче, мне пришло время расплачиваться, и у меня вот так вот они мерят две руки. Вы представляете? Я вообще... Я так испугалась, я подумала, что у меня что-то с сердцем, у меня грудь, а у меня же были проблемы. Вот. Думаю, фуфло, этот хумус... Видите, мы с тобой на красную дорожку идём? Ты во сколько за мной заедешь? Я не продолжу в таком зоне, да? Я прям тут же встаю. А что я такого говорю? Я говорю, как есть. Вот. И, короче, мне так страшно стало. А мне же до этого проверяли сердце, и мне говорят, типа, тебе нельзя нервничать. Но у меня кардиограмма шалит. У меня просто дедушка мой в 40 лет умер. У меня папа, ну, как бы, его бабушка одна воспитывала, его и сестру младшую. В 5-0... А, в 48 умер. Но всё равно рано. Практически я такого возраста уже. Вот, да. Короче, я так переживаю, потому что я в последнее время стала брать мало рекламы, потому что думаю, вот... А я такая дура, надо реально, как бы, о себе тоже думать. Я хотела у тебя выиграть телефон, чтобы быть девочкой, но нет возможности у родителей. Дочь, ну ты духи выиграла. Маме привет передавай. Ну я не знаю, что это. Знаете, уже боюсь уже, не знаю, что даже думать. О, Анатолия, привет, любимая. Дети подарок приготовили. О, мне так приятно. Спасибо большое. Да, вино пью. Что меня тоже кто-то хочет порадовать. Мне тоже хочется быть девочкой. У меня мужчина, знаете... У меня год уже никого нет. Это кошмар. Син-крисп, но мне дрожжи и составят. Я тебя порадую. Ой, Аня, меня всегда радует. Спасибо тебе, любимая. Привет. Всем привет, любимая. Спасибо. Мужчины, да потому что я же никуда не хожу. Ну, как бы, я все время сижу дома. Ну, не дома, я все время работаю, потому что... Ну, мне нужно все оплатить. Оплатить, как бы, всем помочь. А я обещала, что я буду помогать людям. И когда я пережила клиническую смерть, я помню, меня спрашивал голос. Ты нужна, говорит, еще устаться там, чтобы помогать людям? И все. Куба, привет. Поэтому, я вот стараюсь, но я тоже, я на себя прям забила. Вот, ну, если сейчас выключить фильтр, это ужас же. От мужиков мне, ну, секс-то все равно нужен, как бы, понимаешь, да? Нравится одежда хукобоза? Да, мне очень нравится одежда бербери еще. Но я себе не покупаю такое. Я вообще не хожу. Я не помню, когда я последний раз в магазине была. Мне вот, слава богу, привозят одежду и все. Я вообще марки не покупаю, дорогие. Ну, как бы, если мне будет мужчина мой покупать, я буду рада. Я бы очень хотела прийти, там, бербери купить еще что-то. Знаете, раньше, когда я сама не зарабатывала, я думала, ой, подумаешь, там, накидка бербери за 40 косарей, там, еще что-то. А сейчас я вот просто могу мимо пройти даже... А, нет, мы сейчас вру. Мы сейчас были, короче, у Стаси, и мы спустились с мамой в Бербери. И они так посмотрели на наши кроссовки, ну, подумаешь, у меня кроссовки, ну, немножко рваные, ну, просто у меня их полно, они просто надела. Я так посмотрела, думаю, как так люди на меня смотрят в магазине, ну, те, которые продают, ну, как бы, а что остальные, которые не могут даже купить и зайдут в простую одежду, ничего не люди, типа, они на меня так посмотрели, на маму, и даже ничего не спросили меня. Я думаю, ну, нифига себе. Мам, я могу рассказать то, что у меня на душе? Ты стоишь реально? Я хочу рассказать. У меня подписчики любят, но они меня понимают, это мой аккаунт, лайв. Крис в Италии. Ой, я так рада, да, за них, слава богу, они улетели хоть в Венецию отдохнуть немножко. Ой, огромный вам привет из USA. Ой, Соединённых Штатов, спасибо. Маша, Сарата, привет. Маша, был только один пирожок, да? С мясом? Да. А ты его съела уже? Конечно, с мясом. А котлеты? Котлеты? А ты сейчас ещё. Так, Леш, ты котлеты купила? А ты тут? Из индейки. Ты не будешь? Покажи котлету. А ты не будешь ее ем, да? М? Муж, ты колешь? Нет. Котетчик такой, это не дочек. Дочь, а кого я патролила, дочь? Не понимаю. Вот понимаешь, просто так, как говорят... Дочь, а кого я патролила? Да никого. Жуковский, привет. Ой, сегодня в маршрутке со мной ехали. Ой, спасибо большое. Вы меня узнали, да? Так приятно. Ой, вот да, в бане, в гробу все равны. Вот я, кстати, тоже так стала жить. Я подумала, да мы все равно умрем рано или поздно. Я вот видела, как некоторые хоронят, там, такие гробы, думаю. А нафиг это надо? Надо, думаю, при жизни, как бы, радоваться. Тихо-то с крутой. Поговори со мной. Дочь, Дмитриева, Диночка, я с тобой говорю. У меня, знаете, что было? Когда Вову забрали, в этот день, в марте, меня привезли в больницу. И у меня вот здесь вот, ну, сказали, что у меня, типа, ишемическая болезнь вот эта, ну, как бы, развивается. И мне сказали, нельзя нервничать. А я же, ну, вы же понимаете, какой я человек, да? Вот и все. Можайск, привет. Волосы. Да, все, я теперь так буду ходить. Ой, Ванечка, иди ко мне. Каптун тебя зовет. Ты все же, Люгоша, там ходишь. Вот. Ай, жарко. Все вспотело. Ой, я не знаю, на сколько он, мы с ним не общаемся. А я говорю, он о веселом. Ваня, это моя... А ты куда, мам? Пошечка моя, спасибо за денежку. Пожалуйста, дочь. Как ты думаешь, муж всегда должен поддерживать? Нет, без гальта мне ношу, мне противно. Я не знаю, что должен муж. Мой муж ничего для меня никогда не делал, я с ним жила, потому что любила. Вообще, от мужчины ничего не нужно требовать. Это тебе не мама. Мама тебя будет поддерживать. Поэтому, ладно, есть, пусть будет, и ничего, не жди от него. Знаешь, особо такой сентиментов, не жди от него. Не, ну, на первых порах они, конечно, могут, когда у них бьют гормоны в голову и одно место стоит до потолка, конечно, они будут думать, что ты их мир и будут во всем поддерживать. А проходит три месяца, все. А, а нет. Ой, смотрите, Паня, как в турбанах руки какие подарила. Шикарные. Ой, они настолько удобные. А главное, у них так вот, просто растут. Вань, ты загородил. Вань, Вань. Ваня, камеру. Ой, она супер. Ты пошла тогда? Нет. Ой, она здесь, Ковтун. Вот она, шопинг-эн. Увидела? Да, у нее заказывается такие уги потрясающие. Ну, прямо к душе советую. И костюм, кстати, тоже Анин. Какой? Вот от серы, да? Нет. Анин? Это не это. А, это я в ее костюме сижу. Зеленый, Анин, зеленый. Ань, ты когда пришел? О, мне вот пришло тоже. Видите? А вы тут идите. Всем приходит. А вы специально на меня наговариваете. Это пишут те люди, которые не выиграли просто. Мам, у Аниновая страница. Это я новая страница. Мам, все говорят, что какого хрена ты на людей забила, в эфир не выходишь. Уже человек 40 написала. Ну, а ты сказала бы, что я сегодня с утра и вчера с утра и до вечера, до ночи работала. Ты можешь это сказать людям? Сейчас я приехала, конечно, я устала. Я с мужем со своим летал в Израиль. И мы там ели... Короче, такая история. Хотите, расскажу? Ой, Маш, ты помнишь, ты мне рассказывала, как... А мне можно тоже? Да. Разогреть? Хотите, расскажу? У мамы образы, нура. Да, я хожу, реально, как бомж. Мам, тебе хватит. Тебе разогреть котельчик? Нет, надену штаны от одного, майку от другого. Мне вообще пофиг. Я не знаю, почему я такой человек. Дайте вам расскажу, что было. Вот. В Израиле. Где мы с самого... Да. Ой, да, к сожалению. Почему-то, когда они выкладывают рекламу, после этого у рекламодателей проблемы. Мне так их жалко. Они реально нормальные ребята. Ну, просто. Жесть. Ладно. Мы приехали. Мне муж такое говорит. Но мы... Ну, мы еще у нас не было. Звать, я поступила в консерваторию. Мне 18 лет было. Кристиночка, привет, родная моя. Я посмотрю ваши фотографии с Венеции. Я так счастлива, что вы отдыхаете, реально. Очень. Ты такая красавица. Без косметики, без фотошопа. Просто звезда. У меня, да, аллергия по жизни. Короче, мне муж говорит, Маш, цвет волос Кольги Максимовой. Вес 65. Рост 1,67. А, короче, дайте вина налью. Все, я уже не могу. Все отвлекают, я не могу. Вопросы, я не успеваю отвечать. Все, и истории мои нет. У меня в заказнике потрясающие истории. А я не успеваю рассказать. Короче, звонит мне муж мой. Будущий. Да, Кристиночка, отдыхайте. Я прям посмотрела, у вас такая фотография, там чаек, печеньки. Говорю, мама, думаю, так круто. Вот. Я всегда думала, что это не гондола, гондоны. А это гондолы. Короче, вот так вот. Мы... Он вызвает и говорит, я только поступила в консерваторию. Ты, говорит, едешь 3 ноября, вылетаем в Египет. А я до этого, ну, не ездила никуда, кроме как на учебу. В Королевскую Академию. Ну, вот. Я звоню, значит, папе с мамой из Москвы. Говорю, ребят, я улетаю. Они говорят, ты никуда вообще не полетишь. Ты что, тронулась? Да, я всегда пью, слава богу. Если бы я не пила, я бы давно уже умерла. Со своими нервами. И как меня достают тут? Вот. И, короче, я звоню родителям, я говорю, ты никуда не поедешь. А он уже взял билеты в Шарм-эль-Шейх. Машель Плес, что у тебя с лицом, ты поправилась? Да, поправилась. Я же сказала, что 65 килограмм вешу. В общем, я подхожу к своему педагогу. А я у дакана училась в консерватории. Это Иванов Владимир Михайлович. Это самый строгий педагог. Я ему говорю, Владимир Михайлович, я уезжаю. Он мне говорит, ну, что есть, мы тебя отчислим из консерватории. И вы знаете, что я сделал? Елена Катрук, привет. Я уехала, улетела со своим мужем в Египет. И это было лучшее вообще путешествие. Одно из лучших в моей жизни. Я помню, прилетаю, ноябрь месяц, жара. В этот красный аэропорт. Отовсюду вот этот аромат палочек. Вот эта музыка восточная. Везде кореяны. Я просто попала в сказку. Вы понимаете? Сейчас мы заблокируем вот этого человека. А то мне вот это, она давно уже не нравится. И мне говорит, ну, Дима, мой муж, говорит, давай поедем с тобой в Израиль. Я говорю, а как? И ехать в Израиль, говорю. Он говорит, через пустыню. И мы, значит, берем билеты. Но у нас денег было тогда очень мало. Прям вот кот наплакал. И мы, значит, из-за 300 долларов отдать, которые дали мне с собой мои родители. Нам не давали в Москву. Я их не тратила. Короче, вот взяла с собой. И у меня ночью поднимается температура 40. Просто 40. И он мне говорит, Майя, ну что, мы не едем. Но я говорю, нет, Дим, ты знаешь, я мечтала в Израиль попасть. В итоге я, значит, пью какие-то таблетки жаропонижающие. Мы садимся в автобус. Он мне дает свою толстовку, а была жара. А в пустыне началось просто лютый холод. Вот, лютый. И, значит, еду в этой толстовке с этими резиночками. Мы едем по пустыне часов в шесть. И там дальше нужно было проходить проверку. И... Что-то мне пишут, короче. Извините, я буду рассказывать пока. И он, Дима, проходит проверку. А у меня, я закапала в нос такую фигню белую. И у меня из носа текло как бы. Вот это вот. Я забыла, как это называется. Короче, эвкалипт с каким-то маслом. И он белый был. И, короче, весь автобус прошел проверку. А я одна не прошла. И, короче, все уже, я смотрю, уже все там сидят. А они меня зазывают в комнату и полностью, ну, раздевают. Полностью, то есть. Сняли с меня всю нижнюю белую проверять. Ну, девушка, понятно. Короче, они меня там держали, не пойми сколько. В итоге, слава богу, потом отпустили. Вот. Эта маска такая, цветоволос, так повлияло. Щеки стали большие. Ну, и хрен с этими щеками, и что? Такое ощущение, что вы, это, знаете, жюри на конкурсе Мисс Россия сидите. Я вообще к вам выхожу, как будто вот, ну, с вами разговариваю на кухню с подругами. А вы меня обсираете. Как бы, ладно, хорошо, я на это уже не реагирую. Вообще анорексия болела. Слава богу, что я жива. И вон еще вам подарки раздаю. А вы все прощеки, да прощеки. У вас что с головой, пунктик, что ли? Короче, приехали мы в Израиль. Я помню, мы приезжаем. И сразу мы купаемся в мертвом море. Я ложусь, вода меня держит. Потом мы пошли в душ. И это все впервые, знаете, поездка за границу. И там я, короче, попробовала вот этот хумус. И у меня вот с тех пор это стала моя самая большая любовь. Потом, значит, нас повезли в Вифлеем. Это там, где вот родился Иисус Христос. В Палестину. А там же были военные действия. И мы, чтобы пройти, шли через решетки. Весь автобус отказался. А Дима, он у меня такой рисковый, говорит, ладно, давай лучше помрем, ну, посмотрим, где родился вот Иисус Христос. И я помню, что я у гроба Господня. А потом нам сказали, Маш, там есть келья внизу, и там старец. Обоссал, но ничего. Вот. И говорит, ему там 90 лет. И мы, короче, шли тоже. Вот в этой келье там ступенек, наверное, не знаю, 100 вниз. Да, я хочу историю рассказать. Он меня как-то, вот, хумус калорийный пишет. Да плевать мне, что жопа у меня большая будет. Но зато я пожеру. Да все равно мы все умрем. Что мне не жрать, что ли? Я не понимаю. Короче, я не знаю, я уже этот аккаунт создала. Думала, здесь все свои люди просто, ну, ты такая уставшая. Я ужасно уставшая. Вы даже не представляете. Вот. И, короче, я в эту келью пришла, и там этот старец сидел, и он мне дал свечи. Вы представляете, у меня до сих пор. И если у него какие-то, не дай бог, ситуации экстренные случаются, я, короче, их зажигаю, и у меня все желания исполняются. Короче, это вот такая поездка незабываемая была в Израиль. Но знаете, что было обидно? Мы потом ехали обратно в Египет по этой пустыне, и я так любила своего мужа будущего. И мы разъехались потом. Мы приехали в Москву, я ушла в общежитие, он уехал там, ну, он в Самаре жил это время еще. И вот... Хумус, короче, это из гороха. Состав. Нут. Это горох. Короче, не знаю, многие просто говорят, что вот они на ПП, они приходят и наворачивают все. Да я вообще все честно говорю. Да, я выпить могу, пожрать могу, да мне надоело все это. Когда ты, ты вообще здесь не только это. Смотри, чтобы не съел. Ваня. У меня есть недовольство. У меня нет сырса. У меня ничего нет. Я хочу могу поесть и выпить. Я уже не... А меня достаю. Ты че жрешь? Ты че это? Был один, вот в тюрьму забрали. Обидно, знаешь, каша. Маш. Я не хочу больше слышать об этом. Лежит ты не понимаешь. Приятного аппетита. Я тоже хочу весить 65, а я вешу 70. Но ничего. Дочь, да пофиг, сколько ты весишь. Кому-то легко делать, кому-то тяжу. У меня фигура не шикарная, это фотошоп. Милые, шикарная. Нет. У котлеты еще с тем. Я вообще простая баба. Мне всегда говорили, что нужно вести Инстаграм гламурно. А зачем мне его вести гламурно, если я человек другой? Пусть меня лучше будут любить те, кто такие же, как я. Зачем мне себя строить того, кем не являюсь? Это то же самое, что, знаете, к мужику ходить, выряжаться, выряжаться. А в один день проснуться без косметики утром. И понять, что это вообще не твой человек. Ну, как бы, вот и все. Видите, вот я хумус еще не доела. Там были остаточки. А мама уже мусор туда выкинула. Ну, вот как жить? Я не понимаю. Первый раз в эфире. О, Николай на 790. Поздравляю тебя. Тебе повезло. У нас здесь свой кружок. Тебе блондинка хорошо, а я с распущенными лучше. Да мне вообще пофиг. Ну, вот ты мне сейчас сказала, что думаешь, я буду покрашивать блондинку? Мне вообще пофиг. Просто я раньше вот жила 2 года. Я специально выставила. Я ни хера не ела. Я думаю, зачем я это делала? Ну, вот была я худой. И чё? Я ездила на лучшие курорты. Я ничего не жрала. У меня сейчас 30 лет. Жизнь проходит. Ещё мне не пожрать. Да ну нафиг. Оль, спасибо большое. Вот первый раз люди некоторые в моём эфире. Видите, вот они увидели меня. Мне им понравилось. Значит, мои люди. Ты чё, дочь, прикалываешься? Помогает, хочет помочь с покупками. Ни один мужик ничего в жизни не сделал. Ни один. Ни один. Только я всем всё покупаю. Мне вру. У меня был один мужик, с которым я была на Мальдивах. Он мне подарил часы. Он подарил мне миллион. Остальные какие-то все просто были альфонсы. Да, конечно, иди поешь. Мы вообще не знаем, что завтра будет. У меня, знаете, что поменялось? 23 декабря прошлого года, вот мой брат жил со своей девушкой 6 лет, и её просто застроили. И я поняла, ей 29 лет было. Всё. В самом соку. И кто знает, что будет завтра? Всё. Я не знаю, что... Я не знаю, как вы встречали мужчину. Вот. Или не встреча, ну как бы я по этому поводу не парюсь. Я явно не буду с тем, знаете, кто меня не достоин. Сегодня жутко болит голова. Можно я в своём лайф-аккаунте буду вести эфир, я хочу. Нет. С этим мужчиной, ну у нас разошлись пути. Он уехал в другую страну жить. А я с мамой осталась. Нет, я что-то смотрю, все блогеры тусуются каждый день. Вообще что-то никуда не хожу. Не знаю, почему. В Липецк 21 декабря приедем. Объясняйся в день рождения. А, вино. Нет, в Красноярске не была. Я полуглухая, вы простите меня. Не могу что-то не слышать, но не видеть. Оно полусухое, урожай 2017 года. В Краснодаре было на конкурсе, конечно. Мы с братом там были в октябре, это незабываемое время. Мы получили первое место. Воронеже нет, не была. А, конкурс камера-то был. Витя-то в эфире, мама спрашивает. Конкурс камера-то был. Я не знаю, где он. А что? Лысей? В Смоленске тоже на конкурсе была. Первое место заняла. Мне безумно понравился Смоленск. В колодке не была. Пасту? Ред. Какую пасту, дочь? У меня в Альянске, кстати, бабушка родилась. Где работаешь, дочь? Я с утками работаю. Я блогер, я скрипачка, это очень тяжело. Спасибо большое, Леночка. Цвет. Этот цвет вполне длинцом. Я сама поправилась, это не цвет. Всем привет, дорогие друзья. Доченька, не нужно ничего отправлять. И в Белграде нет. В Новгороде, конечно, там лечился от анорексии потрясающего врача Яна Генриховича Голланда. Я вообще обожаю Нижний Новгород. Про бывших. У меня их не так много было, к сожалению. У меня вот муж был. Но я больше блондинкой не буду никогда. Потому что это вообще не моя история. Я четко это поняла. Вите нет. Нет? Ну ладно, потом я спрошу. Белоруссия, конечно, была. Мам, не надо. Я же с Андреем Штрихом ездила, к его родителям знакомиться. Мы же хотели пожениться. Ермакова стала человеком года? Ой, ну все. От счастья. Она шикарная. Я обожаю Надю. Я общаюсь со всеми. Я общаюсь с Майей. Си Фременковой. Ну как понять, не общаюсь. Просто... Ну у них своя тусовка. У них у всех мужья. Ну парни. А я с мамой. Я маму не оставляю, никуда не хожу. Дочь, я поняла. Напиши мне в директ после эфира. О, окси, вернулась. Давай. Алена, дай бог, я Алена обожаю Савкину. Это просто этот человек с такой душой. Она вообще офигенная. Мама работает, да. Алена, дочь, давай немножко нальем. Весушка, привет, любимая. Ой, западная Украина, привет, родные. Не, просто я что подумала. Не, мам, я вообще одну не оставляю. Я боюсь. Мне один раз было плохо. После этого я либо с ней хожу, либо дома сижу. Просто, ну, я знаю, что мы когда-то умрем все. Поэтому я хочу быть с мамой. Вот. Слушай, ну, если у меня появится мужчина, то я устрою свою личную жизнь. Не появится, не устрою. Да, можно избавиться от панических атак, нужно делать ротогенные тренировки. Конечно. Уйди отсюда, Вань, со стола. У меня были такие панические атаки, что я два года не выходила из дома. Ой, ну все, дочь, отлично. Свои губы нет, не думала. Я и так ужасно выгляжу без фильтра. Как старуха. О, на баян. Это потрясающе. Слушай, а у меня дедушка, ну, я не знаю, знаешь, ты или нет. У меня дедушка, именем его назван на музыкальном училище в Самаре. Именно Дмитрий Георгиевич считал, он гениальный баянист. Если замуж выйдешь, мама будет с вами жить? Да. Конечно. У меня мама, моя мама жила всю жизнь с нами, я была счастлива со своей бабушкой. Клик. Ой, хорошо, я тоже посмотрю. А я посмотрела отель Мумбаи, я так плакала. Я не знаю, я не знаю, ты мне... Написала, может быть, я тебя не заметила после эфира. Почему не перевела, ответь? Дочь, я не знаю, я тебе искала, не нашла. Оно от того, что ты сейчас напишешь, знаешь, я себя виновата, чувствовать не буду. У меня миллионы сообщений. Пришла себя заблокировать. Знаете, я не люблю эти наезды. Почему не перевела, почему не перевела, вот это вот мне нафиг надо. А вот, братец, это вроде как-то писал тебе. Вот лежит моя уже совсем. И так мне тяжело, почти скорая станет. О, не говори мне об этом. Вот они пишутся про тайный африкант. Вот зачем мне это пишите? Ну, вот зачем? Ну, вот как бы, зачем мне это знать? Я и так человек очень эмоциональный. Дай бог им здоровья. Дай бог им здоровья. Да, я всех хвалю, к сожалению, да. А получается все наоборот. Но ничего. Ну, если он не захочет жить муж с тещей, значит, он купит квартиру тещи прямо на одной личной клетке. Либо если мы будем жить в доме, значит, построить дом напротив. Проблем нет. Я висы. У меня отец бросил мать. И что, я теперь ее тоже брошу? Брянская ушла с проекта. Ей там было тяжело. Гуара Витясян, да, шикарная. В момент панических атак, я что, я просто знаю, что все это пройдет, и все это выдумка. Главное не пугаться. Если ты пугаешься, это все. То есть ты становишься заложником страха своего. Да, вы видите такие пятна? Вот они все больше и больше. Они вообще не пропадают. Ну, я думаю о маме зато. Я все время с ней. А зачем, ну, брат и жена уже ребенок? Конечно, я считаю, что мужчины, когда уходят, они забывают о своих родителях. А дочка, она на то и дочка, чтобы быть рядом. Нет, волосы нарощенные, конечно, нет. Кто-то оскорбляет себя в эфире у Кристины. Ничего страшного, господи. Ну, пусть оскорбляют мне-то что. Мне что от этого? Улетаем пятого декабря. Ну, вы понимаете, мне все равно, что про меня говорят. Мне главное, что говорю я. Мне главное, чтобы я ни про кого ничего плохого не говорила. Потому что это моя совесть, и она чиста. А про меня за моей спиной могут говорить все, что угодно. Это главное мне быть хорошим человеком. Вот и все. Я люблю детей, но я не могу забеременеть. Я же об этом говорила. Я не ссумаюсь со всеми. У меня вот 600 человек у Фили. О, нет, на этот рейс я не опоздаю. Он уж слишком дорогой. Там идет вопрос, а не об одной сотне. Нет, врачи говорят, что шансов нет. Поэтому как-то так. Мне очень тяжело, да. Я ищу куда, не могу пока сказать. Потому что мама ничего об этом не знает. Мам! Кто это стучит, мам? Мам! Блин, Настя, поздравляю тебя! А кто желание 27-го будет? Ой, Кси Александра, дочь, тебе есть подарок, ты знаешь, да? Что, Виктор, вы мне так пишете, как будто я должна к нему прийти и на него сесть. Ну вы что, гоните, что ли? Вы просто тоже прикалываетесь. Да нет, просто она мне написала по поводу пиццы. Я потом и начала искать, она не написала. Может, она написала через час. А мне-то что? Я вот это взяла, заблокировала. Мне нафиг это надо. Бля, где ты мне на пиццу не перевела? Просто, знаете, если бы я не переводила никому, да? И мне это написали, это одно. А когда ты перевела, блин, 50 тысяч, а сама, блин, живешь, жрешь хлебцы, вообще себе ничего не покупаешь. Потому что хочешь людям добро сделать, и тебе еще с наездом пишут. Да это охереть просто можно. Я понимаю, если бы я жила, блин, в своем доме, у меня была бы тачка под жопой. А я что, живу в съемной квартире, еще при этом делаю добро. И когда мне это пишут, то мне вообще хочется охереть от этой жизни. Хорошо, что Витя в эфире нет. Давай, Веснушка. У меня нет мечты уже никакой. У меня раньше были какие-то мечты. Сейчас что-то вообще уже не в таком состоянии. Я просто работаю сутками, чтобы маме было нормально, чтобы она не чувствовала, что ее бросил муж, и что она живет в съемной квартире. Я вот живу все, чтобы ей было хорошо. Все. Мужчина у меня нет. Живу с мамой, с двумя собаками. Все. Ой, да не знаю, даже если не будет, я уже что, ну, что мне уже делать? Мне уже пофиг. С папой, ну, так редко. Ну, у него другая женщина, как это можно принять? Кого заблокировать, вообще не понимаю. Про кого мне пишут, я еще начинаю говорить. Я не читаю сообщения, вы говорите, кого-то блокировать. Ой, хаски из Пании. А, вот, Юля это пишет, конечно. Сейчас мы заблокируем. Конечно, слава богу. Вы не переживайте, я всех заблокирую. Спасибо большое, Марго, 08-97. Можно подумать, что все в своих квартирах живут. Ну, вообще все в своих живут с дома 2. Практически. Слава богу. Ладно, да, давайте идите спить, спите уже, я вас достала, да, наверное, своей болтовнью. Завтра на основном аккаунте буду выкладывать все. Сегодня к вам вот вышло, там завтра в стори смотрите. Здесь тоже смотрите. Все, я вас люблю, давайте тогда спокойно ночью, дорогие. Давайте. Давайте.